Всем привет! С вами я Роман и сегодня ко мне на обзор в рубрику модель с барахолки попал вот такой вот набор. Это Mitsubishi A7 Repu в масштабе 1.72 от MPM. Вот такой вот наборчик, довольно древний. Почему он попал именно в рубрику модель с барахолки? Потому что он не комплектен, здесь отсутствует фотоотравление. Где-то оно было утеряно, но остался пластик, зато хотя бы из этого пластика можно собрать модель. Да, конечно, с худшей проработкой, чем если бы были фотоотравленные детали в наборе. Ну, что поделать, что имеем, от того и отталкиваемся. Так, инструкция. Ну, здесь у нас описание самолета на нескольких языках. Видим на чешском, на немецком, на английском. Кто знает английский, можете поставить на паузу, подсчитать. Так, далее у нас такая вот схема расположения деталей на литниках. Вот этот злополучный, этот, не литник, а вот такая плата фотоотравления. Вот, и дальше у нас вот такая вот схема сборки. С этой стороны схема окраски всего лишь на один вариант. Ну, видим, здесь никакой привязки к краскам нет. Здесь просто вот, желтое, оранжевое, светло-серое, темно-зеленое. Ну, в общем, такие обозначения идут. То есть, как-то так. Да, гляньте, тут, по-моему, да, два варианта окраски декалей дается. Да, интересно. Так, сама декаль. Ну, декаль вот такая вот простенькая. Видим, тут ни технички, ничего нет. Так, переходим к самому пластику. А, кстати, да, тут в наборе идет вакуумформенный фонарь. Сейчас я его распечатаю, чтобы вам показать. А, в принципе, его так достать можно. Вот такой вот вакушечный фонарик. Очень качественный, очень красивый. Кстати, я так и до сих пор не научился работать с вакуумформенными деталями. Не получается пока. Пока скилл мой еще недостаточен. Так, сам пластик. Ну, видим, здесь вот такой вот летничок. Качество а-ля ранний Амодал. С пропеллером, стойками шасси, щитками шасси, всякой мелкой дребеденью. Ну, видим, щитки имеют никакущую проработку. Она отсутствует. Ну, живем как ранний Амодал, примерно. Вот как-то так выполнено. Так, и второй летник. Тут у нас, опять же, ниши шасси голые абсолютно. Расшивка, видим, внутренняя и довольно качественная, довольно глубокая. Прямо очень тоненькая. Колеса вот такие вот. Крылья. Всякая мелкая хрень тоже присутствует. Ну, двигатель, видим, имеет вот такую проработку. Видим, мелкий облой местами присутствует. Я уверен, что здесь и утяжины могут быть. При более четком рассмотрении. Ну, детали сделаны довольно дубовенько. Хотя, в принципе, что хотеть, это очень старый набор. По-моему, как бы не из 90-х. Со всеми вытекающими. Тогда в таком качестве и Амодал, и Эдуард. Все только модели не выполнял. Ну, что могу сказать. Если найти родное фототравление и повозиться с этим пластиком, можно, в принципе, собрать модель. Из аналогов более качественных, но более дорогих, это А7 от фирмы Fine Molds. Не знаю, у Хосигавы есть такой набор или нет. Что-то мне подсказывает, что нет. Ну, в принципе, собрать из вот этого модель возможно. Единственное, что при отсутствии травления, придется, конечно, повозиться с доработками. В остальном наборчик неплохой. Любителям экспериментальной японской авиации, вообще японской авиации, рекомендую. Ну, и тем, кто умеет возиться с литьем под низким давлением, тем тоже можно взять, поковыряться, и что-то из этого собрать. На этом видео будем заканчивать. Спасибо, что смотрели этот ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Вступайте в группу ВКонтакте. Все необходимые ссылки я оставлю внизу в описании. Всем удачи. Всем пока.